За 30 лет существования независимых стран в Центрально-Азиатском регионе их отношения с Китаем выросли до такого уровня, что на данный момент и в обозримом будущем невозможно представить дальнейшее развитие этих стран без сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Отсюда в обществе этих стран появляются некоторые страхи по поводу слишком большого влияния Китая на внутренние процессы стран. Эти страхи иногда выливаются в протесты. Такие протесты мы видели в Казахстане осенью 2019 года в разных городах. Мы видели недавно в Киргизии в феврале 2020 года, когда в Нарынской области местные жители вышли на улицы и это привело к тому, что китайская компания была вынуждена свернуть проект ценой 280 миллионов долларов. До этого мы видели протесты в 2016 году в Казахстане, которые привели к тому, что на тот момент президент Казахстана Шултан Назарбаев вел мораторий на продажу казахской земли иностранцам. Ситуация в обеих странах, граничащих с Китайской Народной республик очень похожи. Поэтому и причины протестов можно выявить одни и те же. Большую роль в качестве повода играют фейки в социальных сетях и мессенджерах. В Казахстане это была рассылка в WhatsApp, о 55 предприятиях, которые Китай якобы переносил на территории Казахстана, тем самым загрязняя атмосферу. В Киргизии это был фейк об избитом мальчике в Синцзяно-Укурском автономном районе. Все это приводит к тому, что радикальные группы в странах националистически настроены, они выходят на улицы и таким образом выражают свое недовольство. Во-вторых, большую роль играют внутренние структурные проблемы самих центрально-азиатских стран. Общество и так недовольное уровнем своей жизни, злится еще и потому, что существует асимметричная зависимость от китайского импорта, существуют другие проблемы, в том числе коррупционные, связанные с китайским инвестиционным проектом. В-третьих, накладывается еще и имидж Китайской народной республики как жесткой авторитарной страны, которая занимается преследованием мусульман в Синцзяно-Укурском автономном районе. В Казахстане этим недовольны большое количество людей, у которых родственники в Синцзяне находятся в лагерях перевоспитания. Та же самая ситуация в Киргизии. К тому же, о ситуации в Синцзяне постоянно говорят СМИ в контексте истории с перебежчиками через казахско-китайскую границу. Все это делает внешнюю политическую стратегию Китая в Центральной Азии не такой гладкой, какой хотелось бы Пекину, и усложняет контекст для взаимовыгодных отношений. Субтитры создавал DimaTorzok